С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Пенсионеру просто вернули его же квартиру. Глава Наринмара Татьяна Федорова на брифинге с журналистами местных СМИ рассказала свою версию того, что стало предметом уголовного дела, которое возбуждено против мэра Следственным комитетом России по Архангельской области и Ненецкому округу. Напомню, согласно официальной информации ведомства, глава города злоупотребила своими должностными полномочиями. Подробности в материале выпуска. По версии следствия, в 2013-2014 годах чиновник оказал содействие в получении знакомым, который не являлся нуждающимся в жилом помещении двухкомнатной квартиры из социального жилищного фонда. В последующем подозреваемая согласовала заявление о приватизации указанной квартиры, расположенной в городе Наринмар, стоимостью около 2,5 миллионов рублей, в связи с чем квартира выбыла из собственности администрации города и перешла в собственность заинтересованного лица. А теперь другая версия, которую изложила нам глава города Татьяна Фёдорова. Тем знакомым, о котором говорит Следственный комитет, является почётный гражданин Ненецкого округа Фёдор Степанович Филиппов. Именно его квартира и стала фигурантом уголовного дела. Ещё в начале 90-х семья Филипповых построила кооперативную квартиру в городе Ульяновске. Затем, в 92-м году, по становлению город-администрации, Фёдор Степанович обменял эту квартиру на квартиру в доме 5А по улице Евтысова. Это подтверждено официальными документами. Все они имеются в администрации Наринмара. Давайте первое. Обмен произведён между Степаном Владимиром Егорычем. О том, что Степану Владимиром Егорычу в 90-м году было предоставлено авиапредприятием, не муниципалитетом, авиапредприятием Евтысова-2. Вот я просто хочу, чтобы вы просто взяли и посмотрели. Именно эту квартиру Степанов и обменял на квартиру Филипповых в Ульяновске, о чём гласит обменный ордер. Это обменный ордер. Степанов и Филиппов Ульяновск. Ульяновск на город Наринмара. Я хочу, чтобы вы просто посмотрели со своей стороны. Дальше. У Филиппово находится в Ульяновске. Ульяновск отравленный ордер Ульяновским городским советом. На состав семьи. Значит, я вот здесь сначала посмотрела, пожалуйста. В состав семьи два сына. И точно так же в состав семьи входят два сына. Тут чисто для обзорной вам показываем. Но эти доверенности, я думаю, это не имеет значения. Дальше вам показываю. «Администрация города Наринмара разрешает Степана Владимировича обменять ведомственную квартиру города Наринмара по улице Евтысова с Филипповым и Федором Сипаловым на кооперативную квартиру города Ульяновск. Документ длинный». Обменяв свою квартиру в Ульяновске, семья Филипповых получила ордер на квартиру в Наринмаре. Напомню, всё происходило в начале 90-х, поэтому ордер был главным законным документом. Но история на этом не закончилась. В 2013 году скоропостижно скончался один из двух сыновей Фёдора Степановича – Сергей, который на тот момент проживал в квартире на Евтысова. Ничего из документов, кроме того самого ордера, к этому моменту у семьи на руках не было. С этой проблемой Фёдор Степанович и обратился к главе города Татьяне Фёдоровой с тем, чтобы заключить с городом договор социального найма. «Я ему отметила, Фёдор Степанович, но с моей стороны возражений нет. Мы только запросим документы, так ли это. Действительно, мы построили квартиру в Ульяновске. И действительно ли были документы, подтверждающие, вам разрешили обмен. После этого мы с вами, у меня возражений нет, коли ваша семья, коли ваш сын там проживал, коли если действительно, что был обмен, кооперативная квартира на городе Нарьенмаре, мы, безусловно, угробу, узаконим». И узаконили. В январе 2014 года было подписано постановление городской администрации о заключении с Фёдором Степановичем Филипповым договора социального найма с включением в него другого сына Александра. «На основании уже действующих документов, типового договора, ордера на живое помещение, со стороны администрации было издано постановление о заключении договора социального найма. Не предоставление, а именно заключение на основании документов, которые вам предоставлены. То бишь, со стороны администрации города, на наш взгляд, нарушений действующего законодательства не усматриваются». После заключения договора социального найма Филипповы подали заявление с просьбой разрешить им приватизацию своей же квартиры, которой фактически владели вот уже 22 года. Все документы, подтверждающие вышеизложенное, мэрия города направила в Следственный комитет ещё в конце сентября. Между тем, Следственный комитет России по Архангельской области Ниницкому округу возбудил против Татьяны Фёдоровой уголовное дело, обвиняя её в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие продолжается.